Программа из глубины Сегодня у нас в гостях Иван Уханов, лидер группы Баба, дебаба Почему баба? Баба изначально это было баян и барабан Потому что мы с Мишей, нашим баянистом Раньше, когда мы познакомились, мы играли Я играл на барабане, на таком турецком А Миша играл на баяне, соответственно Ну как я играл, я не особо играл, просто что-то там стучал Поэтому баян и барабан Но это Миша придумал, мне не очень нравилось сначала А потом, в принципе, нормально То есть вот так и получилась баба Ну а что за стиль? Я просто не могу сам лично дать ему характеристику Определенно Мне кажется, это и джаз, и скай, и регги Такая некая эклектика Ну раньше было так, да Раньше мы вдохновлялись там, я не знаю Томом Уэйтсом, Джейсоном Уэбли Там Ска каким-то Вот, раньше это было так Сейчас уже мы немного изменили стиль Но сказать что это за стиль тоже невозможно Ну это как бы метамодерн такой, так скажем Ну играете вы, получается, от души, что называется Или для того, чтобы покорить планету? Нет, мы играем абсолютно от души Мы играем для себя, в первую очередь Потому что как бы... Я почему заострил на этом внимание Ну просто вот такая музыка Она достаточно крутая Но как вот уже заметно по статистике На определенный, то есть как бы определенный сегмент слушателей Если говорить про концерты Там наверняка приходит какая-то определенная своя аудитория Да, ну сначала приходили вообще только друзья практически Потом начался поток каких-то людей Которые уже где-то там что-то слышали Сейчас, слава богу, друзей процентов 20, наверное, в зале Ну да, как сказать Расширяется аудитория Я думаю, хорошая тенденция Обращаю внимание, что, кстати, у вас на концерте достаточно Вот знаешь, как бы аудитория Если на какую-нибудь команду 95% это мужики Ну и можно тоже потом по статистике разводить Столько бедных, столько богатых Ну это неважно, это просто статистика определенная Как раз продюсеры этим занимаются На концерты группы Баба соотношением МЖ Оно такое, то есть 50 на 50 То есть приходишь там Прекрасный, Жан, привет Прекрасная возможность познакомиться с классными Да, ну послушать хорошую музыку И как получается, что если брутальный какой-нибудь Группа, там собираются такие брутальные чуваки Как бы, ну оторваться там, бухнуть На концерт группы Баба приходят люди послушать музыку Как бы отдохнуть, ну угарно отдохнуть Не то, чтобы отдохнуть там А нормально посидеть там, пиво попить Там, пообщаться даже там Вот, и соотношение вот такое То есть это ваша аудитория, она Ну меня вот очень, очень, очень У нас есть даже песня с первого альбома Называется «Сестра» Она, собственно, посвящена вот женщинам, которых Ну, как женщинам, всем Людям женского пола, женщинам, да, наверное Вот, которые ходят на бабу и У нас вообще раньше была такая тусовка Собственно, из которой выросла потом группа Баба И там было огромное количество прекрасных девушек Которые ломали телами столы Да Пьяные бабы сломали телами столы Запрызгла сюда Выборите на пыльный пакет Мне все хоталось Просто пейли в воде А для этого нужно Убило и сгаду в оле Пьяные бабы Пьяные бабы А тексты, соответственно, про алкоголь Это какая-то вот определенная направленность Мы, когда все это придумывали в 2009 году У нас был такой просто период бесконечных тусовок И как бы алкоголь, он просто присутствовал все время в нашей жизни И поэтому, собственно, тогда еще и Ленинград появился Вот, вот я именно вот это Тут хотел на эту тему подъебать Что, типа, вот, ну, как бы некий такой закос под Ленинград, что ли Ну, как сказать Тогда, наверное, мы слушали Я, по крайней мере, слушал последний, на мой взгляд Для меня лично нормальный альбом Ленинграда Это «Дачники» После этого началась какая-то уже эра совершенно другая у Ленинграда Мне не очень интересно, если честно Ну, вот это как-то не то, что вдохновляло, но это было нормально Мы считали, что это, ну, прикольно Ленинград это может И мы, в принципе, чувствовали себя единомышленниками в этом плане То есть старые альбомы Ленинграда нам нравились Мы могли их слушать И тема алкоголя, в принципе, ничего такого в этом мы не видели Ни плохого, ни хорошего Это было нормально Вот, и поэтому мы как бы и пели Мы пели о том, собственно, что мы Как бы, в чем мы варились тогда Мы это мы и пели Ну, то есть как бы вы алкаши, по большому счету В прошлом, слава богу Ну, я не знаю, не алкаши, а пьяницы Алкоголизм – это заболевание, наверное А пьянство – это такой порог просто Ну, не хотелось бы, конечно, никому ничего втирать Кого-то там лечить Просто мы для себя это поняли, что алкоголь нам уже Ну, как бы, так сказать А как основная тема для наших песен Это уже не актуально Твердо решил Завязываю Вот правильно, Сереженька Ты человек молодой Ты теперь к новой жизни возрождайся Да, все, все Бухаю я сейчас, конечно, меньше, чем раньше И это, я считаю, нормально Не знаю, сейчас появилась большая такая Ну, как бы, всеобщая тенденция пить крафтовое пиво Я считаю, что это классно Потому что можно, наконец, попить нормального пива В хороших местах Где там более-менее как-то, ну, прилично все И пиво такое вкусное Не какой-то там, я не знаю, что там раньше наливали Не знаю Ну, короче, хотя, знаешь, вот иногда пройтись по центру Москвы С бутылкой или там банкой пива Конечно, уже приходится ныкать там кое-как Но все равно это как бы вот этот романтизм Он еще присутствует в нас И это очень круто Потому что, ну, есть в этом что-то такое Знаешь, пройтись по Тверской весной Там, зайти в Столешников Еще в какие-то переулки Там, Кузнецкий мост Вот все вот это вот Скажете, это обрыганство Ну, может быть, да Ну, да Возможно, это как бы Но это же тоже какой-то, понимаешь, опять-таки Стереотип обрыганства, не обрыганства Я же не говорю Я же не хожу там Я не знаю, пьяный вот Как свинья там где-то Я, в общем, мы, точнее, да Очень интеллигентный, культурный ходим Пьем там пивко и смотрим Вообще-то на прекрасную Москву, которую мы все очень любим И на эти прекрасные улицы, переулки, дворы В которых можно находиться просто бесконечно Особенно весной или летом Ну и, собственно, бутылка пива Или банка пива Или еще что-то там покрепче Оно как бы только скрашивает В Москве какое место тебе нравится, допустим Вот, кто о чем ты сказал Про Москву можно бесконечно разговаривать Но у меня есть несколько мест Которые такие как бы сакральные места для меня Первое место это улицы 1905 года Я там купил первую кассету Там был такой ларек или палатка такая Сейчас все посносили Ну да, нет, это было какой-то там 90-х какой-то год Начало 90-х Я там купил первую кассету «Металлики» Точнее даже не я ее купил Купил мой сосед Он просто пришел в этот ларек Ну, как бы сказать, подошел к этому ларьку И сказал «Дайте мне что-нибудь, пожалуйста, какую-то кассету крутую» «У меня нужна крутая музыка какая-то» А там до хера всего было просто И чувак сказал «На, вот, дал ему какой-то «Ride the lighting» По-моему, альбом «Металлики» Потому что это раньше как было? Давай-давай, у дяди Бори там зигзаг У дяди Бори это вообще отдельная история Про дядю Борю можно тоже бесконечно рассказывать Я все время приезжал на Кузнецкий мост И там, собственно, расстояние от метро до дяди Бори метров 20, наверное, от силы Он же прямо около метро находился И вот за эти 20 метров, которые я успевал пройти до дяди Бори Меня успевали обуть Мы приезжали туда за какими-то там, не знаю, кассетами тогда С какими-то копейками Которые там успевали там как-то, я не знаю, насобирать, накопить Чтобы купить какой-то там, то ли мерч, то ли какой-то там диск, неважно И вот мы, основная задача была пробежать от метро Вот эти 20 метров пробежать до дяди Бори, чтобы тебя не успели обуть Но, как правило, успевали обуть Паршрут выпал на удивление просто Я шел с Лубянки на Кузнецкий мост Тут появилась эта гопота И как-то зло ни одного мента Ни одного мента Когда я слушал тяжелую музыку, мне было лет... Вы же тогда музыкой не занимались. Я занимался тогда музыкой. Я играл трэш-метал. А, вот поподробнее. То есть, до возникновения группы The Bubba, был? Было две группы. После школы мой хороший, близкий, замечательный, прекрасный человек, друг Сергей Сухов. Слушал тогда всякие Сепультура, Слэр и так далее. Я еще тогда в девятом классе, я там слушал какой-то металл, он не особо был погружен во всю эту атмосферу. Он меня пригласил петь в трэш-группе. Создал какую-то группу и пригласил меня в нее петь. И мы с ним сделали группу. Ну и, собственно, мы играли там где-то в Эр-клуб, Релакс, там какие-то вот такие... Как группа называлась? Группа называлась... Тогда никак она не называлась. А как можно выступать без названия? Нет, она называлась Repugnance потом. Ну, спустя там два или три года. Нет, а как можно выступать, если нет названия? Ну, там какое-то было какое-то название номинальное. Ну, то есть, надо же флайер выпустить там, типа... Да, но мы играли в Эр-клубе на... Роман Дрозд такой был, я не знаю, может, ты знаешь его, такой Роман Дрозд. Какая-то некая легендарная личность из девяностых вообще. Ну, легендарная, опять-таки, в своих кругах. Фишка в том, что мы выступали по средам на так называемых опохмел-пати. Это среда, блин, старик, там никто не приходит вообще. Вот, и мы там что-то играли в этом мэр-клубе, там пилили этот трэш, там что-то... Я там гроулингом пел. Ну, как это... Это было круто. Это был период, там, несколько лет. Ну, в общем, был такой трэш. Ну, в смысле, как бы, музыки, а не вот это понятие трэш, да? Как бы, именно трэш-метал. Вот, мы какой... Я играл, там, пел, там, точнее, там, пел, если можно так вообще назвать. Там, там, просто орал. Ну, а ты вообще, как бы, позиционируешься, как свободный вокалист именно, да? В каком... А, ну, да, я ничего не... Я не умею ни на чем играть. Вообще ни на чем. Я могу играть на барабанах, там, какие-то этнические, но это так, это все, как бы, не по-настоящему. А музыкальное образование какое-то? Никакого нет. У меня художественное образование. Что своим творчеством вы хотели бы, допустим, донести? Есть ли вообще есть такая цель? Вообще, сцена для нас никогда не являлась и не будет никогда являться трибуной для того, чтобы что-то кому-то там втирать и кого-то лечить. Мы выступаем исключительно как музыкальный проект. И мы всегда будем делать только музыку. То есть мы никому не хотим ничего научить, ничего там, как бы, пропагандировать мы не собираемся никогда. Вот. И, как бы сказать, я не знаю, вот можно ли это воспринимать как пропаганду, но мы хотим людям просто дать возможность слушать музыку. И просто отстраниться от каких-то вот этих стереотипов и каких-то там культурных маркеров, шаблонов и так далее. Просто наслаждаться музыкой. Независимо от того, что вокруг нее формируется. Потому что у нас сейчас, ну, как сказать, такое время, что вокруг какого-то там музыкального трека, допустим, да, вот популярного, да, вокруг него очень много каких-то мишуры, которые, ну, в принципе, довольно посредственно сама по себе. Люди не слушают музыку, они слушают какие-то, ну, они видят просто образы, да, и как-то им подражают, возможно. Я не знаю, как-то, честно говоря, не особо разбираюсь в этом, но то, что я смотрю, что происходит, вот я как со стороны на это все смотрю, это как-то, ну, грустно, вот. Поэтому людям надо слушать музыку. И мы предлагаем им только музыку. И больше ничего. Ну, то есть у вас на концертах никто не зигует? Слава богу, нет. Зачем? Да, а там, как бы, мужики в зале там не целуются, скажем так. Я не знаю, я не все вижу со сцены, но даже если они там целуются, это их дело. Почему я должен, как бы... А почему, ну, если говорить, опять же, о, значит, аудитории, которая там приходит, некоторые люди им наплевать на музыку, но они ее слушают, они ходят на концерты по вот этим неким маркерам. То есть, допустим, сегодня у нас концерт для пидорасов, как бы, туда соберутся все пидорасы, и будет огромный битком-зал, скажут, как классно, как классно время провели, со всеми познакомились, пообщались. Или, скажем, там, какие-то политические традиционные или нетрадиционные ориентации, как бы, граждане. А музыка – это как вот некий такой фон. То есть, получается, что у вас этих маркеров нет, а есть вот только вот музыка, как инструмент. Именно так. Каждый, конечно, как хочет, так, скажем так, и заморачивается. Это его проблемы. У нас нет, у нас совершенно все по-другому. Мы играем музыку, в первую очередь. Это же метамодернизм. В чем заключается смысл метамодернизма? Это платоновское такое понятие метаметаксис, что означает, как бы, два абсолютно диаметрально противоположных понятия, которые могут существовать в симбиозе. И здесь нельзя, как бы, сказать что-то конкретное. То есть, у тебя есть одно мнение, даже не мнение, а, как бы, ты можешь принимать одно и принимать совершенно другое, как я уже сказал, диаметрально противоположное. А поподробнее, вот этот метамодернизм, что ты вкладываешь в это понятие метамодернизма? Метамодернизм – это, как бы, эпоха, в которой мы живем. Это не то, что понятие. То есть, говорить про метамодернизм – это то же самое, что говорить про 2018 год. Это, ну, как сказать, вообще есть Люк Тернер, такой чувак, английский художник. И он в 2011 году опубликовал основные принципы метамодернизма, то есть, манифест метамодернизма. Вот это можно просто почитать, если кому-то интересно, в Википедии. Я об этом не буду говорить, это очень долго. Но это, как бы… Ну, естественно, вот граждане сразу заговорят. Да, Википедия, метамодернизм. Это просто время, в котором мы сейчас живем. Все думают, что… ну, не все, а большинство людей думают, что мы живем в постмодернизме. Но, к сожалению или к счастью, я думаю, что все-таки к счастью, что это уже не так. Но есть такие люди, которые вообще не думают, какого время мы живем и вообще… Ну, живем и живем. Это называется там некая политичность. А каких взглядов вот лично вот ты и, может быть, члены коллектива… Теоретических взглядов? Я никаких взглядов вообще. Ну, как так? Ну, как? Абсолютно спокойно. Я не думаю никогда о политике. Вообще никогда. Я смотрю Путина, Навального. Вот ты как бы, я не знаю, для меня это все как-то… Ну, это неинтересно просто. Интересно об этом ни петь, ни говорить… Петь тем более неинтересно вообще. Ну, я не знаю, может быть… Ну, понимаешь, не то, чтобы я это все абсолютно отрицал. Я понимаю, что это как бы присутствует в нашей жизни. И может быть, стоит даже об этом что-то спеть, но у меня что-то не пишется просто на эту тему. Мне это, видимо, не настолько интересно, а у меня интересны какие-то более другие темы. Более интересные другие темы, да. Ну, любовь, например, да? Любовь. Я ненавижу любовь. Шучу, конечно. Нет, конечно, тема любви, она настолько уже избита, она, конечно, так сказать, вот этой красной нитью, как-то принято говорить, да, проходит через всю нашу жизнь и через все творчество всех и художников, и музыкантов, и там, и так далее. Она, конечно, безусловно, везде присутствует, но в буквальном смысле, как бы, вот, само слово «любовь», оно как-то уже себя дискредитировало для меня лично. Мне не хочется употреблять просто слово «любовь» ни в одной из моих песен. Я предложил ей выпить, она сказала да, и тут уж не осталось, а в сомнении всегда, и приставши на минутку, я влюбился в проститутку, и приставши на минутку. Ну, ебли там, например, можно. Это еще, нет, не надо, не надо, это вообще-то, это еще более грустно. Не хочется, это шаблонность, понимаешь, как-то вот, не знаю, вот, мне просто не нравится. Это, возможно, когда-то я напишу там какой-то прям конкретный текст про любовь, вот прям, что всем было понятно, что он про любовь. Но сейчас у меня такого нет. У меня, как бы, любви достаточно внутри себя. Ну, вот, получается, так вот сказал-сказал, сказал-сказал, наговорил, 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 а в результате, в принципе, ничего не сказал. Так что, что за посыл, как бы, то, о чем ты думаешь, о чем ты поешь. Ну, получается, алкоголь, окей, алкоголь, быт простых наших граждан, нас там. Никакого посыла нет, абсолютно. Вот, я тебе могу сказать, прям, я не знаю, вот, об этом трудно говорить, но... Ну, попробуй. Нет никакого посыла. В этом-то и есть, собственно, посыл. Так это, получается, такое эзотерическое, некое подход. Ну, можно называть это как угодно. Там сам, кто послушает альбом, допустим, да, последний, он сам для себя решит, что это эзотерика, там, может быть, какая-то еще что-то. Хорошо, а тогда, возможно, у тебя есть какие-то религиозные взгляды, которыми, может, хотел быть? Никакие взгляды. А ты есть? Я агностик, если вот так вот говорить, хотя я тоже не хочу ни в какие рамки себя ставить. Я уважаю все религии абсолютно, если это не экстремизм религиозный. Ну, в кругу друзей там и так далее никогда не возникало таких вопросов. Вообще таких тем просто не возникало, потому что, ну, мы живем в современном мире все-таки светском. Вот, и просто не было никогда поводов об этом говорить. Оскорбление чувств верующих – это светское? Оскорбление чувств верующих? Знаешь, есть распространенная тоже, как бы, такая шаблонная фраза, что, типа, нормальные чувства нельзя оскорбить. То есть, если ты действительно верующий, то ничто тебя не может сбить с пути, и какие-то люди, которые танцуют в храме или еще что-то, они никак не могут тебя оскорбить, потому что ты должен быть выше всего этого. Ну, и, соответственно, я считаю, что это нормально. Как раз в мире мета, как ты сказал… Мета-модерна. Вот, мета-модерна, сейчас происходят различные вот эти посадки за репосты. Это происходит в мире постмодерна. А, то есть, мета-модерн… Это там вот… Это еще чуть-чуть за окном. Да-да-да, это чуть-чуть за окном. Постмодерн. А мы мета… Всегда останутся, понимаешь, что, так сказать, древние люди, вот эти австралопитеки, они еще живут, как бы. Как подсказывает практика и статистика, 76%. Окей, это ты сказал. Угощайся колбасочкой. Нет, спасибо, с кофе как-то… На диете? Да не, не, просто с кофе… Как ты относишься, допустим, к диете, вот, вегетарианской, например, там… Да нормально, ну, как бы, я сам не следую никаким диетам, там, ничего, ну, как бы, каждый сам хочет, как хочет, так и, собственно… Веганы у вас на концерты не приходят? А я не знаю, мы же не спрашиваем у них веганы там или нет. Нам без разницы вообще, в принципе, хоть геи там, это абсолютно… На столах у всех там полные столы, там, колбас там разных или наоборот… Вообще нам желательно, чтобы никаких столов вообще, в принципе, не было, потому что выступать, когда там кто-то ест, это, конечно, можно, но желательно, чтобы народ все-таки… Вы себя не причисляете, например, к ресторанным лабухам, как бы? Вот этого хотелось бы очень сильно избежать, по-моему… Ну, на корпоративе там выступить, допустим… Да не вопрос, мы играли уже на нескольких корпоративах, не скажу, что это было прям суперкруто, но ничего такого, в принципе, тоже плохого не было в этом… Ну, играли нормально, ну, ничего особенного… Расскажи про ваши альбомы. У нас сейчас на данный момент два альбома, первый альбом называется «Море», он вышел в 2015 году, по-моему, если я не ошибаюсь, да. Это как бы старая баба, она называлась даже просто группа «Баба». Старая баба. Да, она называлась «Баба». Сейчас мы называемся «The Baba», «The Baba» по-английски. И это как бы неспроста, потому что музыка все-таки изменилась немного, даже не немного, а вообще очень сильно изменилась. Вот мы записали этот альбом в 2018 году, в марте 30-го была презентация в лётчике, в китайский лётчик «Жао Да», но вот примерно за два месяца до этого изменилась. Ну, мы вообще, на самом деле, давно уже хотели что-то изменить, и мы с Мишей уже писали другие песни, просто играли ещё старую программу. Ну, прекрасную, по-моему. Да, ну, конечно. Нет, безусловно, это хорошая программа. Просто что-то уже хочется нового. Ну, а нового, что там, добавить, там, «Джи-джи-джи», или что, с чем, что ожидает слушателя? Что ожидает слушателя? Ну, это трудно сказать, нужно просто послушать. Вот есть альбомы уже в сети, на Бэткэмпе, и в ВКонтакте, в Фейсбакте. А что-нибудь такое вы готовите вообще на концерты какие-то, ну, какие-то отличные от череды концертов номера там? Мы всё время что-то хотим, всё время, я всё время что-то тоже хочу что-то сделать, там, какой-то интер там поставить, но не получается. Как-то всё время там все заняты. Ну, там от простых вот вещей, там, допустим, не знаю, там, вытащить на сцену надувную шлюху. У нас была такая тема, да, мы когда начинали играть, это был как раз 2009 год, клуб «Мёд», у нас, к нам кто-то принёс надувную вот эту вот женщину, и она у нас сидела в бочке, вот. Вот это поворот! И потом мы её пускали в зал, там, что-то такое было, пару концертов таких было, да, с этой надувной женщиной, но это, ну, так, это, конечно, не сказать, что это прям элемент супер-шоу. Нет, если говорить в глобальном смысле, нет, мы ничего такого не делаем, у нас шоу, мы хотели что-то сделать с самого начала, но как-то не зашло. Нам нужен, наверное, специально обученный человек, который будет постоянно с шилом в жопе, там, типа, так, 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 сейчас, 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 что-нибудь там, типа, там, мясом покидаться. Да, 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 у нас огромная проблема в том, что у нас нет такого человека с шилом, как ты сказал, в жопе. Продюсер, вот, то есть, как бы, пришли к тому, что отсутствие продюсера, оно, вот, ну, в команде. Да, с другой стороны, это DIY, мы, как бы, сами пытаемся всё сделать своими, мы, как бы, печатаем диски за свои собственные деньги, которые мы зарабатываем, там, с концертов, и всё делаем сами, но у нас, конечно, не хватает... Не принёс диск, кстати? Блин, нет, не принёс, я ехал просто неоткуда. Но они есть. Они есть, я могу принести куда угодно, там, договоримся, встретимся, не вопрос. Потому что я ехал не с того места, где они лежат. По чём? Они стоят 500 рублей, но, как бы, тебе, естественно, бесплатно. Ну, и ребятам со скидочкой, может быть, какой-то раз. Ребят, вам... С хэштегом, там, допустим, Депрофандис, кодовое слово, диск, группа Баба. Ну, да, да, договоримся. Там в комментариях или где-то ещё? А на гастроли ездили вы? Мы ездили... Мы вообще не так много гастролировали, к сожалению. Ну, было дело, приглашали. Было дело, но мы в основном часто ездим в Питер. Ездили в Киев два или три раза, по-моему. Я не помню. Это сольный концерт? Да, 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 это были сольные концерты. Но мы в никаких фестивалях не участвовали никогда. Вот, и три раза, да, по-моему, мы ездили в Киев, бесчисленное количество раз в Питер, потому что наши друзья группы Гарлик Кингс, которые, к сожалению, заканчивают свои существования буквально на днях, вот они нас туда зовут всё время, и мы с ними там играем. И у нас даже есть состав, определённый состав, питерский, так называемый состав, наполовину из музыкантов Гарлик Кингс. Огромное им спасибо и вообще всяческий респект. И да, так получалось, что некоторые из них, я не помню, ну, точнее, не знаю, кто конкретно имеет отношение к местным клубам, они там то ли работают, то ли ещё какие-то завязки там есть. И они нас всё время зовут, ну, не всё время, но часто зовут. И мы приезжаем, и мы вместе с ними там играем. Мы, кстати, 25 мая играем с ними в Москве, в клубе Бруклин, концерт в рамках их прощального турне. Ну, те 10 человек, которые нас смотрят, в принципе, могут и сходить на этот концерт. Да, Гарлик Кингс – это клёвые чуваки. И просто вы сможете там услышать и бабу, и, соответственно, поскольку мы там будем играть, наверное, такой нормальный сет, мы играем с ними обычно такие полные сеты. И, конечно, прекрасных Гарлик Кингс. Ну, вопрос о распространении, об известности. Здесь есть такая вот точка соприкосновения, что, например, если я в Яндексе, допустим, ввожу баба, то кликаем, например, на картинки, там будет такая баба, а вот тут с такой. Я баба Эга, я заберу ваших детей. Я всё равно заберу ваших детишек. И сием их. Ну, да, у нас с этим проблемы. Он это название. Зебаба, наверное, уже будет попроще. У нас есть какой-то хэштег в Инстаграме, Зебаба. Там такая же фигня абсолютно. Тоже какие-то женщины. Непристойное поведение. Ну, либо просто женщины какие-то случайные. Труда найти, короче. Приходилось как-то придумывать какие-то хэштеги, а ты их придумаешь, а всё равно уже там какие-то бабы. Постоянно. Ну, не знаю. То есть у вас, в принципе, как бы СММ никогда вот этот маркетинг не заботил? Мы сами занимались вот этим СММ и маркетингом, но мы не профессионалы, поэтому получалось всегда криво. И как-то непрофессионально. Ну, вот, чтобы возместить этот пробел, то есть хоть какая-то аудитория у нас уже есть, аудитория достойная, а группа Баба достойная этой аудитории. Зебаба. Я предлагаю, вот сейчас вот здесь вот будет написано, где вот можно вообще найти, скачать альбом этой прекраснейшей группы. Это будет ссылка, скорее всего, здесь, да, на Бэткэмп. И на Бэткэмпе весь наш последний альбом, там 7 композиций, всё, 8. Просто так же вот, если ВКонтакте ввести группу Баба, ну, по музыке, там, наверное, тоже будет какая-то непонятная сообща. Надо вводить TheBaba с точкой, да, с точкой, в поиске групп именно, и тогда будет всё нормально. Скоро будут ещё клипы. Мы сейчас планируем плотно заняться съёмками клипов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот я помню тот период. Вот ранее, когда у вас ещё вместо бас-гитары, вместо контрабаса был тромбон. Туба. Туба. То есть, для меня это произвело вот большое впечатление, что, ну, по сути дела, звук, ну, басовое наполнение звучит вот посредством тубы. Я тогда тоже как бы искал, где послушать. Естественно, ничего у меня не получалось. Вот тогда, вероятно, альбом ещё и не записали. Но очень большое количество видео на Ютубе снято, там, не знаю, там, не пойми кем, там, не пойми как, на телефон. Но, тем не менее, можно вот ознакомиться. Что за клип, как бы, вы планируете снять? Так же, так же, с концерта? Нет, нет, нет. Мы сейчас решили подходить уже гораздо более, так сказать, ответственно к этому вопросу. Будут нормальные клипы, и всё будет круто. Ну, там, сценарные, там, наверное. Да, 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 будут сценарии. То есть, не просто, не просто, там, с репетициями. Есть товарищи, там, допустим, всё, мы снимаем клип, мы снимаем клип. Значит, садятся в репетиционной базе, снимают каждого по несколько дублей, там, бас-гитара, там, труба, там, что-то ещё. Типа, это клип. А работа, несомненно, ну, не маленькая, бывает, уже проделана. Ну, как, каждого снять, всё это, всё смонтировать, грамотно свести. Ну, это же, блядь, не клип. Это хуйня полная. Сейчас вообще такой век, как бы. Да, вот именно, что сейчас такой век. Что можно сделать вообще всё, что угодно, и будет круто. Ну, главное, делать круто. И в современное время, когда уже у каждого, там, на носок можно, там, допустим, снять, там, допустим, на брелок, там, не знаю, там, на ключи, в принципе, ну, все всё снимают. От этого контента-то становится больше, а качество его, ну, как бы, оставляет желать лучшего. Ну, качество контента, мне кажется, не определяется, опять-таки, техническими какими-то параметрами. Можно снять клип вообще очень хорошо и на любой, там, как ты сказал, носок. Главное, если ты, как бы, чувствуешь, вообще, в принципе, сечёшь фишку, тогда ты можешь снять на носок и будет круто. Ну, да, на что вы, как бы, ну, ориентируетесь, что ты слушаешь? Слушаешь, слушаешь не в том смысле, что, там, можно сказать, слушаю всё, я слушаю всё, я тоже слушаю всё, все мы слушаем всё. Я понял, он просто какие-то, да. Да, а вот, ну, какой-то вот вектор, вектор. Вектор. А, значит, в своём творчестве, в своём творчестве мы не ориентируемся ни на что. Но я могу сказать, что я слушаю, там, например, в последнее время. Да, что, что производит влияние, например, там. Влияние. Синематика оркестра, Финк, который недавно приезжал, кстати, я не попал. Что там ещё? Колд Кат, Портис Хэт. Да, блин, реально, это очень много. Не, ну, это очень интересно, потому что такая ситуация, что, допустим, включаешь компьютеры, интернет и какие-нибудь топовые там, ну, блоги, не блоги, там везде сплошной рэп. Как бы туда ссуваться не хочется, как бы смотреть там ни на что. Ну, ну, просто, ну, не нравится. Вот. И мы в своём, как бы, неком меньшинстве, ну, пытаемся как-то вот интересоваться чем-то. И что-то для кого-то вот неизвестно, потому что, не знаю, ну, сто очков, что вот из вас процентов девяносто группу бабу просто ни разу не слышали. Хотя о группе уже на данный момент... Девять. Девять лет. Ну, не такой уж, конечно, стаж, но девять лет уже всё-таки... Немалый срок. Не знаю, у некоторых детям меньше, как бы. Ну, вот, морфин, например. Замечательная группа, старая, естественно. Морфин, это у которых на басухе две струны. Панк-рок производил когда-нибудь? Панк-рок, это вообще всё, чем мы живём, на самом деле, в хорошем смысле. Но не то, чтобы мы должны были всегда слушать всё время какой-то панк-рок. Мы просто... Я вот, например, в последнее время слушаю Кокс Фэррол. Это очень круто. У меня просто мой хороший друг Илья Саботаж. Он тоже такой человек, известный в специфических кругах панк и хардкор и так далее. Он меня как бы на это подсадил в последнее время. И я вот сейчас слушаю Кокс Фэррол, и это очень круто. Там тоже, получается, какие-то свои маркера определённые. То есть люди пытаются что-то донести. Да не знаю, опять это музыка. Я как бы не знаю хорошо английский язык, я не могу понять даже, о чём они там поют. Ну, как бы так, в общем-то, я понимаю примерно, но мне это наплевать вообще на это. Мне нравится музыка, мне нравится это как бы вот это драйв, энергия. Драйв, энергия, отвратительные слова. Ну, да, да, вот как бы мне нравится эта музыка. Музыка, первая, музыка. Так не хайпанёшь. А зачем? А что, а как? В смысле? Хайпанёшь. Окей. Массовая аудитория слушают и пропагандируют, что ли, так как бы рэп, с рэп-баттлой какие-то вот такие штуки. Не задумывались над тем, чтобы там, типа, замутить какой-то рэп? Нет. Нет. То есть, вот эта многомиллионная толпа с этими хэштегами и всякими там этими штуками, она вам, в принципе, получается, что и на хуй не нужна. Что ли это так? А так, что ли? Получается, что так, да. Ну, как-то, это просто не особо интересно. Нет, ну, можно замучить какой-то рэп, если это будет, знаешь, что там, это, там, Трики или Мессив Атак, там, вот это ещё можно как-то. Стрип-хоп. Ну, да. Ну, то есть, мне это вот интересно, это нормально будет. Возможно, я не исключаю, что... Ну, над этим нужно работать. Само собой, над всем нужно работать, конечно. Ну, а так, что, можно там включить какой-нибудь бит, типа, и, типа, покричать на битах. Не исключено, ничего не исключено. Да нет, я шучу. Я не советую группе бабы кричать на битах. Пускай уж лучше будет всё как есть. И повторюсь, что это прекраснейшая команда, которую стоит обязательно послушать. Спасибо. Программа «Из глубины».